Судя по дням космической науки в Институте космических исследований Российской Академии Наук, Роскосмос и, как я предполагаю лично, Дмитрий Олегович Рогозин не исключают, внимание, отправку срочной миссии на Венеру для поиска в жизни. То есть нам нужно, как считает Роскосмос, бросить все, что можно бросить. Лучше всего поднять пенсионный возраст лет до 80, а на спасенные от пенсионеров деньги на пенсии отправить срочно в поисках жизни ракету на Венеру. Почему вдруг потребовалось срочно искать жизнь именно на Венере, можно догадываться, но Дмитрий Олегович Рогозин, бывший журналист по образованию, он журналист, он объяснил по-журналистски точно и ясно, цитирую, Россия была единственной и первой на Венере. И хотя условия там, как считает Рогозин, сущий ад, нужно срочно лететь на Венеру, быть может мы там все-таки найдем какую-то жизнь. Ну, про переселение, великое переселение народов или тех, кто входит, так сказать, в понятие народ на Венеру пока речь не идет, но я так слышал, что у нас уже строятся некие объекты на всякий случай, в которых могут спастись от всякого случая тысяч, десять, пятнадцать высоко-высоко поставленных начальников и члены их семей. Это все слухи, которые ходят по стране, но они такие слухи ходят, то есть есть кто-то, а есть все остальные. У одних есть все, а у других все остальное. А что вдруг так? О Венере-то заботился Дмитрий Олегович Рогозин, можно и на Марс было бы, и на Луну? Нет, нет. Сейчас оценивается возможность в двадцать седьмом году быстрой, дополнительной, атмосферной, целевой экспедиции для исследования источника фосфинов. На Венере фосфины нашли, и эти фосфины так возбудили, предполагаю я, Дмитрия Олеговича, а еще работников НПО имени Лавочкина, а что же не возбудится-то НПО имени Лавочкина, это же полет на Венеру, новые деньги, новые заказы, денег, правда, в стране нет, сокращаются программы, но ничего, ради Венеры, ну как ради Венеры не найти лишний десяток-два миллиардов? Ну как это так, это же Венера, а вдруг действительно будет нам куда переселиться, и главное спастись от коронавируса. Тем более на планете, как мы видим, вопросов все больше и больше, губернатор Камчатки, в прошлом, напомню, ученый из Москвы, из МГУ, некто Владимир Солодов, с двумя, правда, двумя грамматическими ошибками, Покажите, пожалуйста, письмо крупно, кто захочет, быстро найдет эти грамматические ошибки в тексте. Владимир Солодов обращается в Пекинский университет, университет Токио, вообще везде, где только можно, для того, чтобы на Камчатку приехали бы эксперты. Эксперты, опыт других стран, пишет Солодов, может пригодиться сейчас на Камчатке, потому что наши ученые, наши экологи, наши МЧСники, наши специалисты, все на свете, даже специалисты Роскосмоса, предполагаю я, а вдруг ракета с гептином где-то упала, какая-нибудь ее ступень в океан, ну неважно, мы не можем, сказал губернатор Солодов, найти истинную причину, внимание, экологического происшествия на Камчатке. Это когда, вот сейчас мы видели этот кошмар, десятки тысяч животных, рыбы, осьминоги, живая гниль на берегу, экологическое происшествие, как замечательно губернатор находит слова, экологическое всего лишь происшествие. Почему происшествие? Потому что до него, господин Кобылкин, министр, сказал, что на Камчатке нет катастрофы. Да, 95% жизни там в океане, на глубине в Авачинской бухте, все мертвое, мертвое море фактически. Но это же не катастрофа, никто из людей, слава богу, не погиб. То есть, для министра экологии этот экологический кошмар, происшествие, как пишет губернатор, не катастрофа. Но идея позвать сюда китайцев, Авачинскую бухту, японцев, всех остальных, замечательная идея, считаю я журналист Караулов, потому что там в бухте, мое предположение, наши военные базы, включая подводные лодки и, возможно, страшно сказать, атомные. Вот пусть японцы, китайцы приезжают, спускаются на дно и изучают, ну, заодно случай такой подвернулся, и наши подводные секреты. При этом губернатор Солодов как-то ничего не говорит о строительстве на Камчатке краевой больницы. Напомню, 2009-2010 год, 10 лет назад, региональные власти, губернатором был Виктор Илюхин, констатируют, нынешняя больница в Петропавловске-Камчатском устарела не только морально, но и физически, а возить больных на материк практически невозможно. Цитата. Рядом с городом Петропавловском-Камчатским. Техническая документация была подготовлена осенью 2011 года. Тогда, по тем ценам, смета строительства составляла 8,5 миллиардов рублей. Потом пошли уже другие миллиарды, другие миллиарды, еще какие-то миллиарды. В итоге больницы как не было, так и нет. Я, кстати, все время спрашиваю, а вот не умнее было бы построить больницу сначала, а потом в Владивостоке следом? Там мост на остров Русский, на 50 тысяч машин. О, какие объемы моста. Там на Русском столько не то, что машин-то, людей нет. Вот сначала больница. Там Камчатка хоть лететь три часа, но все-таки где-то рядышком. А уж потом, такие вот гигантские мосты не сильно нужны. Губернатор Солодов про больницу пока ничего не говорит. Пока он зовет японцев и китайцев спуститься на дно бухты, помочь нам понять, от чего там все мертвое. Невзирая на военные базы, на подводные лодки. Но вот сами мы не можем разобраться в причинах катастрофы. Зато мы сами теперь можем, срочно отбросив другие дела, полететь на Венеру. Замечательно, поразительно, гениально.